Добрый вечер, уважаемые телезрители! Абаза ТВ продолжает агитационные проекты. Мы работаем на основе тем, предложенных предвыборным штабом кандидата. Мы работаем в прямом эфире и сегодня у нас в гостях кандидат в президенты Адгур Амиранович Арцинба. Здравствуйте, Адгур Амиранович. Здравствуйте, добрый вечер. Я бы хотела начать наш разговор с вашей предвыборной программы. На вашем сайте я увидела, что в основу вашей программы легли два документа. Во-первых, это стратегия развития Абхазии, разработанная российской консалтинговой компанией по заказу Московской Диаспоры. Ее презентовали в 2017 году. И второй документ – это стратегия социально-экономического развития до 2025 года, которую разрабатывал Центр стратегических исследований при президенте и которая была презентована еще раньше, в 2015 году. У меня возникает вопрос, какое участие вы принимали в разработке, вы лично, либо сотрудники министерства? Почему вы выбрали именно эти документы за основу своей программы? И как вам кажется, почему реализация этих документов, если они так хороши, задержалась? – Спасибо. Что касается указанных вами материалов и программных документов, мы, как министерство экономики, я, лицо, которое возглавляло это министерство, принимали непосредственное участие в разработке, непосредственное и прямое. Поэтому было бы странно, если бы мы взяли другие документы за основу, потому что, если бы мы не были согласны с тем, что там написано, тогда мы бы эти документы и не исполняли. Это достаточно проработанные материалы. Если сейчас по отдельности говорить про каждый из них, конечно, стратегия социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года – это всеобъемлющий документ, который охватывает основные сферы жизнедеятельности государства. Это вопросы демографии, языка, культуры и так далее, экономики в том числе. Что касается программы так называемой «25 шагов», эта программа, она в основном исключительно связана с развитием экономики. В отраслевом разрезе направлена базовая отрасль экономики. Плюс, это была моя собственная инициатива, мы с помощью специалистов статэжи партнерс групп при финансовой поддержке Беслана Родионовича Агарба мы включили туда еще раздел по эффективности государственного управления. Потому что, как лицо, которое непосредственно является членом кабинета министров, имея неплохой опыт государственного управления, я, как никто другой, хорошо знаю на себе, на своем министерстве, те проблемы, с которыми сталкиваются люди, которые проявляют инициативу. Как тяжело эту инициативу довести до реализации, до какого-то результата. Вот именно из-за неэффективности системы государственного управления. Поэтому этот раздел тоже особняком есть. В принципе, я считаю, что, конечно, тот период времени, который прошел с момента подготовки и презентации, он достаточно значительный. Поэтому эти программы мы в короткие сроки постарались актуализировать. Но нам еще предстоит некоторое время поработать над этими документами. В случае того, если народ Абхазии возложит на нас ответственность за будущее государства, мы эти документы возьмем в основу. Обязательным образом, вот посмотрите на сегодняшнюю жизнь, мы практически 8 месяцев выбираем президента страны. Поэтому этот политический кризис и многие другие, я считаю, что одной из предпосылок является как раз отсутствие генеральной линии государства, плана действий. Сегодня государство нуждается в существенной модернизации, обновлении. Это обновление государства и модернизация невозможно никак иначе без какого-то программы действий. Потому что система органов государственной власти, исполнительной власти, как республиканского, так и местного уровня, нуждается в конкретных задачах. Вот я вам пример приведу. Министерство экономики. Может быть, мы и дальше это обсудим с вами, но я маленький пример вам приведу. Министерство экономики в простонародье всегда, я уже вижу некие упреки в свой адрес, отвечает за экономическое развитие, почему нет экономического развития и так далее. Вот смотрите, за экономику страны в Абхазии у нас отвечает Министерство экономики, Министерство финансов, Министерство по курортам и туризмам, что это большая часть экономики, Министерство сельского хозяйства, Государственный комитет по управлению государственным имуществом, потому что это часть экономики, связь отдельно, транспорт отдельно, вот это все является составными элементами экономики, энергетика, национальный банк. То есть одно отдельно взятое Министерство экономики, или оно должно стоять над всем этим, или, как отдельное единице, не в состоянии сдвинуть. В Министерство экономики в его функционал входит как раз-таки подготовка и разработка этих программ. Что мы, в принципе, и делали с помощью и ЦСИ, шикарная работа, и коллектив, ну, прошлый коллектив, который работал, они хорошую работу подготовили, и стадо же партнерсгрупп. Ну, как я уже говорил выше, это не было взято за основу. Почему, тоже вам скажу, потому что на тот период в администрации президента и в руководстве кабинета министра возникли некоторые иные соображения, в частности, там, в части реформы государственного управления и так далее. И мы так и не дождались предложений по этому поводу. Потом правительство поменялось, еще раз поменялось, еще раз поменялось, и эти документы отошли, к сожалению, к большому сожалению, в сторону. Хотя я уверен, что если бы мы приняли бы эту программу, а именно руководство является определяющим актором в этом процессе, мы бы уже смогли бы реализовать многие мероприятия, которые изложены на этой программе. Откорий Амиранович, ну вот отсюда не могу не задать вопрос. Вот вы говорите, ну, не было какой-то контрольной государственной линии, нужна постановка задачи. Но у нас в государстве так часто бывает, когда вышестоящее руководство ставит задачу, и ведомство вроде бы как работает над этим, не отказывается, старается ее выполнить, но результата нет. Ну вот, например, мы очень много лет уже пытаемся сформировать кадастр. У нас нет реестра в комитет по приватизации уже, вот сколько лет они жалуются, не могут его сформировать, им просто не предоставляют информацию о тех или иных объектах, земельных участках. Такая же ситуация у нас, ну, вряд ли. Контрольная палата у нас есть, а никого не наказали все еще, хотя они работают, проверяют. Вот как быть с тем, что не исполняются просто поставленные задачи? Как можно преодолеть и вот сдвинуть с мертвой точки такую работу? Надежда, у нас республика какая? Президентская? Скажите мне. Президентская, правильно? Вот воля главы государства должна быть в первую очередь. И понимание задач, которые нужно реализовать. Я не зря упомянул такое количество комитетов и министерств. Вот если взять отдельный экономический блок, вот для них всех должен стоять один ключевой показатель эффективности. Это развитие экономики. Для них всех. Не отдельно взятое, допустим, чтобы мы отчитывались, вот Национальный банк отчитывался о том, что он там прибыль заработал какую-то, да? В соответствии с законом о Национальном банке, там черным по белому написано, что целью не является получение прибыли. Вот для Национального банка, для Министерства экономики, для Минтуризма и всех остальных конечная цель – это экономическое благосостояние. Вот собрать их всех и поставить перед ними одну общую задачу – это прерогатива руководства страны. В отсутствие программы, тем более, когда в ручном режиме все управляется. Когда будет программа, когда каждый знает свою задачу и отвечает персонально за каждый шаг, тогда легче контролировать. Но все равно воля первого лица должна быть. Что касается контрольной палаты, понимаю, о чем вы говорите. Я, как министр экономики, когда был назначен в 2015 году, первое, что мы сделали, мы обратились в контрольную палату. Для нас было важно понять состояние дел в Министерстве по подведомственным предприятиям. Спасибо большое Роберту Ивановичу Аршипу. Они отреагировали, провели комплексную проверку, выявили большое количество нарушений. И мы совместными усилиями, потому что привлекали их специалистов, в дальнейшей работе устранили практически все нарекания. То есть, нельзя сказать, что работа контрольной палаты безрезультативна. Тот, кто хочет брать во внимание результаты, он их использует. Кто не хочет, конечно, материалы в большом количестве и объеме передавались и в прокуратуру тоже. И мы сами тоже передавали в прокуратуру. Вот сейчас разгорается скандал по поводу Абхастопа. Там гигантские деньги. А кто первый поставил этот вопрос? А кто поставил этот вопрос? А вот он перед вами сидит. А как так получилось? Расскажите, пожалуйста. Ведь это же подведомственное министерство экономики. Совершенно верно. Мы еще в 2018 году выявили первую недостачу. И обратились соответствующие органы. И вышестоящие в том числе. И в письменной, и в устной форме. К сожалению, не было соответствующей реакции. Благо, новый генеральный прокурор, Адгур Мукзарач Аграба, дай бог ему здоровья, все эти дела стал поднимать. И сейчас возбудили уголовное дело. Хочу вам сказать и напомнить, и вы, наверное, об этом знаете, что в Абхастопе эта ситуация не новая. До 2014 года, к 2014 году, там тоже скопилось порядка 80 миллионов рублей задолженности. И там тоже уголовное дело не было заведено. Но на первых этапах, вот в первые годы, мы даже эту задолженность, по-моему, смогли погасить, если я не ошибаюсь. Или даже мы начали возвращать те долги, которые накопились до 2014. Потому что в начале назначения Беслана Авецба, мы делали материалы, говорили о том, что вот мы уже практически выходим в плюс. А потом... Я не хочу характеризовать Беслана Авецба. Есть суд, пускай они дают оценку. Но те долги, которые скопились еще до 2014 года, они эхом отражаются и сегодня тоже. Потому что из оборота были выведены определенные средства на погашение старой задолженности. Что впоследствии привело... Но это никоим образом не оправдывает упомянутого господина. Там и своих хватает проблем. Поэтому я, к сожалению, могу отметить, что в этой государственной кампании это не какая-то традиция сложилась. Понимаете? К сожалению. Сейчас наказан человек, ну привлечен, во всяком случае, к ответственности. Будем надеяться, что будет справедливое разбирательство и последует наказание. Может быть, эта система-то как-то неправильно создана, что у них есть доступ, значит, к каким-то ресурсам, и они могут лично ими как-то распоряжаться? Это кадровая политика, в первую очередь, неправильно. Нельзя, я в своих выступлениях всегда говорю, нельзя людей назначать по принципу «этот мой, этот не мой, этот за меня голосовал, этот за нас» и так далее. Это губительно. Понимаете? Профессионал с навыками патриотичной, имеющий опыт работы, чистоплотный. Чистоплотный не тот, кто руки моет раза в день, а вы понимаете, о чем я говорю. Вот главные навыки. И тогда будет работать система. Человек — это основа основ. Да, система контроля, оценки работы, качества обязательно нужна. Без этого никуда. Надеяться только на человеческий фактор нельзя. Его надо минимизировать. Но не будет качественных людей, все равно, как бы ты ни контролируешь, найдут, как испортить всю ситуацию. Поэтому, в первую очередь, кадры нужны. Поэтому мы в Министерстве экономики уже несколько лет тому назад создали кадровый резерв. И свои вакантные должности замещаем на конкурсной основе. Именно по этой причине. Потому что кадры решают все. Этот закон существовал до нас с вами, до нашего рождения. И будет существовать всегда. Кадры решают все. Человек, который никогда в этой сфере не работал, просто ты его берешь и ставишь на такую должность. Это же ответственность. И он с этой ответственностью не справился. Откурий Амиранович, скажите, пожалуйста, вот вы сейчас упомянули о том, что вы создали такую конкурсную систему, у вас есть кадровый резерв. За пять лет, которые вы проработали в Министерстве экономики, скажите, вот какие еще достижения? Или что вы считаете своим главным достижением? Чем, может быть, несколько позиций назовите? Я могу даже зачитать. Я такой вопрос часто слышу, поэтому с собой принес бумажку. Главное достижение, я считаю, что главное наше достижение, то, что мы при нашем содействии были все-таки разработаны серьезные программные документы, которые лягут, я очень надеюсь, которые лягут в основу развития будущего Абхазии. Мне кажется, это главное достижение. А все остальное мы в 2015 году еще совместно с Национальным банком реализовали программу льготного кредитования, где было предпринимателям предоставлено 200 миллионов. Мы разработали, приняли, реализовали программу инвестиций в человеческий капитал, где более 50 сотрудников администрации районов, впервые, кстати, за историю новейшей Абхазии, были направлены в лучшие регионы Российской Федерации на стажировку. Это очень важно, чтобы молодые специалисты имели возможность видеть, как развиваются другие, более успешные регионы. Это Татарстан, Москва, Московская область. Проводили в рамках этой программы программы обучения начинающих предпринимателей в Абхазском государственном университете бесплатно, без каких-либо взносов. Тоже более 50 человек обучили. Разработали программу поддержки экспорта. Проект закона находится, к сожалению, до сих пор в 20 с лишним годах в администрации президента о налоговых каникулах для начинающих предпринимателей. Человек, когда начинает малый бизнес, и в начале пути, когда государство не в состоянии оказать поддержку, в виде кредита льготного или дотации, субсидии, в таких условиях мы живем. Поэтому, понимая это, мы подготовили проект закона, где до трех лет начинающий предприниматель, малый бизнесмен будет освобожден от налогов. Будет такая возможность, если народ Абхазии восторжит на нашу команду эту ответственность, мы в ближайшее время внесем в парламент этот проект закона. Я надеюсь, что наши депутаты нас поддержат. Подготовили проект закона о предоставлении государственных услуг в режиме одного окна. Хороший проект, уже реализованный. Минэкономразвитие Российской Федерации, наши коллеги помогали, потому что в России этот проект реализован, когда гражданин не вынужден ходить по всем кабинетам за справкой, платить по 300 рублей, по 500, а то и выше, а пришел в одно место, понимая, когда он может прийти и когда он заберет свои документы. Это и оформление паспорта, это и выписки из реестра, регистрация юридических лиц и так далее. Мы планировали это сделать на всей территории Абхазии, с центральным офисом здесь в городе Сухум, чтобы жителям не приходилось из элементарных вещей ехать сюда в Сухум. В такой маленькой стране, где все друг друга знают, нет необходимости для того, чтобы зарегистрировать ИП и ехать в Сухум. Поэтому это можно сделать в любом из регионов. Кадровый резерв, я говорил, конкурсный подбор кадров. Вообще мы свою работу поставили максимально прозрачно, и вы как журналист об этом знаете. Мы все, что делали, открыто делали. У нас сайт появился, отчеты о проделанной работе каждый год, 2016 года включительно мы делали. Проработали закон о поддержке предпринимателей. Также мы в рамках соглашения о режиме торговли товарами проводили переговоры с Министерством энергетики Российской Федерации и увеличили квоту, которая без экспортной почины поставляется в Абхазию, с 49 тысяч до 86 тысяч тонн в год. Что позволило нам сегодня в Абхазии продавать на рознице бензин по всем позициям практически дешевле на 3 до 5 рублей за литр, чем в Российской Федерации. В совокупности это в год нашим гражданам сэкономит больше 355 миллионов рублей. То есть жители российской, даже из соседнего Сочи платят на 5 рублей больше за литр. Кстати, тарифы на электроэнергию, несмотря на трудности и на сложности, мы сохранили на прежнем уровне. Это непонятно больше, плюс или минус, да? Ну, а это отдельная тема, но тем не менее, несмотря на сложности, пока нам удается сохранить этот тариф, хотя вы правильно говорите. Мы подготовили концепцию налоговой реформы, она у нас есть, то есть мы знаем, что делать. Про 25 шагов мы уже сказали. Создали инвестиционное агентство, которое так или иначе включилось в работу, сопровождает несколько инвестиционных проектов. Реализовали программу кредитования, льготного кредитования 1,2 миллиарда через три российских банка. Кстати, реализовывая эту программу, мы опять же руководствовались принципами полной прозрачности всех действий. Если вы помните, мы все проекты отбирали в открытой форме. Была комиссия из 8 человек, в том числе и трех депутатов парламента, и это были в основном оппозиционные депутаты, так называемые. Поэтому все понимали, мы публиковали каждое заседание комиссии, все знали, кто был отобран. А сколько проектов тогда получили финансирование в рамках этого кредитования? 8 проектов, 7 из них реализованы, частично или полностью. Это тепличный комплекс в селе Кындах, Ачимчирского района. Очень хороший проект, там порядка 8 гектаров теплиц. По современным израильским технологиям, томаты, огурцы они выращивают, поставляют на российский рынок. Перерабатывающий, небольшой, но перерабатывающий мини-завод в селе Аараду, Ачимчирского района. Фрукты, джемы. Да, джемы. Кстати, эти джемы сегодня продаются по всей России, по рознице. Спасибо большое Беслан Аграба. Он включился в процесс и заключил, насколько я знаю, с ними договоры. И вот даже в Сочи, в супермаркетах, в Москве продаются наши абхазские джемы, чего не было до этого никогда. Значит, три гостиничных комплекса крупных. Здесь два в городе Сухом и в центре Гагры один большой. То есть, эти два еще не достроены. Там идет процесс некоторой задержки. Значит, в Гагре также был реализован проект по большой супермаркет построен, плюс хлебобулочные изделия и макаронные изделия. То есть, там есть о чем говорить. Но это, конечно, катастрофически мало, 1,2 миллиарда. И мы эту программу, надеемся, будем продолжать, потому что у нас уже опыт есть. Шишки набили. Это очень тяжело было, я вам честно скажу. Мы почти год согласовали правила игры. Это очень тяжело, потому что у российских банков, крупных, тем более, свои конкретные вопросы, условия, российская законодательство, в рамках которого они работают, наши законодательства, то есть, пока мы все это свели в едино правила, требования, но в итоге мы уже, у нас есть определенный результат, по которому мы... То есть, есть уже проекты, которые возвращают эти кредитные средства, которые работают и отдают деньги. Конечно, конечно. Как кредиторы нами довольны, готовы они с нами продолжать сотрудничать? Кредиторы никогда не бывают довольны, я вам по секрету скажу. Но есть, конечно, там проблемы. Есть проблемы, есть, где финансирования не хватило. Сейчас дополнительные финансовые средства, вот по Гаградскому проекту выделены. Но в совокупности, насколько я помню, там порядка 180 миллионов уже выплатили наши заемщики. Поэтому есть чем похвастать. Есть, конечно, там и проблемы. Вообще, проблем не бывает только там, где штили, знаете, никто ничего не делает. Адгур Амиранович, разрешите? Еще много чего могу сказать. Я думаю, что уже много вы... Я думала, одно-два достижения, а вы уже целый список, да, все, я поняла. Хочу теперь спросить у вас по... Вот у нас действует одна большая инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию. Иными словами, помощь Российской Федерации финансовая. Вот в названии сказано, что это содействие социально-экономическому развитию. Вот социальная часть, понятно, то есть деньги тратятся из этой программы на ремонт садов, школ, домов культуры. Это понятно. А в чем экономическая часть? Закладываем ли мы какую-то базу на будущее? Строим ли мы вот... Что из этой программы идет на экономику? Хороший вопрос, Надежда. Мы стали закладывать средства как раз на инфраструктуру. Вот люди говорят, и я слышу часто, и это очень несправедливо, кстати. Я не то, чтобы хотел бы противопоставлять себя до 2014 года, после 2014 года. Я вообще на работу пришел в 2011 году, и свой жизненный цикл, я по своему жизненному циклу живу. Не так там хороший президент, плохой премьер-министр. Я как бы служу государству. Когда я пришел, был президентом Александра Анклаб, Леонидом Акербайя премьер-министром. За годы моей работы два президента, шесть премьер-министров поменялось. Теперь возвращаясь к инвестиционной программе. Я слышу не очень справедливые разговоры о том, что до 2014 года было сделано очень много, а после 2014 года было сделано МАА. Во-первых, может кто-то и забыл, я напомню. С 2010 по 2014 год включительно, в рамках только инвестиционной программы, я не говорю про другие источники пенсии, заработной платы, только в рамках инвестиционной программы было предоставлено чуть меньше 500 миллионов долларов. Полмиллиарда долларов. В рублях скажите, а то это трудно как-то представить. По сегодняшнему курсу это порядка 37 миллиардов рублей. У нас сейчас в год, по-моему, инвест-программа... Полтора миллиарда рублей. В год. Да. А это за 4 года 37 миллиардов. Да, да. 500 миллионов долларов. Существенная разница. В период 15-й включительно, по 19-й включительно, в долларах 133 миллиона долларов. Плюс-минус, практически в 5 раз меньше. Но несмотря на разность сумм, было сделано немало. Вот по энергетике, если говорить, было отремонтировано 8 подстанций, 23 распределительных сетей, 30 мероприятий всего сделано. Это коснулось в общей сложности 52 тысяч абонентов. Это так незаметно, вот когда ты едешь в садик, легче увидеть, открыть его, перерезать ленту. Когда ты... Такие инфраструктурные вещи, они не такие яркие, но не менее полезны. Что касается автодорог, было отремонтировано более 160 километров автодорог. В том числе, автодорога от города Сухум до города Гал была полностью отремонтирована. Что не менее важно, от города Гал в нижнюю зону, я не знаю, Надежда, вы там бывали или нет, но я там бывал. Вот от центра города Гал до нижней зоны, так называемой, надо было ехать часа полтора. Там очень ужасная была. Сегодня там лежит асфальт, благодаря чему, кстати, удалось и закрыть вот эти пункты пропуска внизу, в нижней части. Потому что жители тогда жаловались, что им тяжело добираться до главного моста. Дорогу отремонтировали и сделали. В Кудаутском районе, в городе Сухум были отремонтированы дороги. Туарчал-Агубедия была дорога отремонтирована. Что это очень важно, кстати, на перспективу. Потому что в городе Туарчал необходимо будет замыкать все вокруг лежащие села на переработку сельхозпродукции. Потому что город Туарчал – это одно из направлений, которое будет развиваться там. Пока мы не реанимируем ресурсную базу. Вот такого рода локальные проекты, которые со всех сел, по рынку была работа проделана, рынок восстановлен. 233 единицы лифтов было заменено по всей Абхазии. 96 подвалов отремонтированы. По водоснабжению было потрачено более 1,4 млрд рублей. По медицинскому оборудованию было около 300 единиц приобретено. И многое другое. Но вот это все, что вы перечислили, инфраструктура, это же само по себе не способствует росту экономики. Это как бы благоприятные условия. Но чтобы экономика росла, нужны какие-то производства, как мне кажется, увеличение рабочих мест, объема экспорта, произведенной продукции. Вот об этом мы сейчас никакую себе базу не закладываем. Не является ли это каким-то беспечным отношением с нашей стороны, как вам кажется? Нет, Надежда. Смотрите, вы правильно ставите вопрос, но здесь смысл в чем? У нас же несколько форм поддержки. Вот и высшую, я упоминал про программу кредитования. Это вот как раз деньги направляются конкретно на создание предприятий и добавленные стоимости. Все, что я перечислил, это инфраструктурное подкрепление. Кстати, в рамках этих денег, по тем проектам, о которых я говорил, мы там провели дороги, подвели свет за счет государства. Это с двух сторон дорога. Не будет инфраструктурного обеспечения, экономика не будет развиваться. Кстати, мы уже сегодня сталкиваемся с дефицитом электроэнергии, который не позволяет вводить крупные мощности. Этот вопрос, кстати, очень серьезно встанет в ближайшее время. Поэтому инфраструктура, это очень важно. Мы и дальше будем вкладывать в инфраструктуру. У нас по программе 2022, инвест-программе, там больше 1 миллиарда 400 миллионов мы на энергетику заложили. И на дороге очень большой объем средств заложили. Конечно, социальные объекты, такие важные, как детская республиканская больница, наконец, слава богу, мы все настаивали и заложили строительство нового здания. Вот здесь, на территории республиканской больницы, будет построено новое современное здание. Почему там? Потому что вся инфраструктура, которая есть на территории республиканской больницы, она будет работать в едином комплексе. А для детишек, дай бог, чтобы они не болели, конечно, но будет построена эта больница. Вот такие социальные объекты там, и плюс еще переходящие, и недоделанные объекты. По водоснабжению очень много. Вот очень важный вопрос, канализация, водоотведение. Вот мы говорим о экономике, а если не будет канализации, как можно развивать туризм? Когда пляжи и так далее будут испорчены. В Новом Афоне впервые, значит, за послевоенное время мы заложили, у нас появится там канализационная система. Водопроводы отремонтируем. А в Гагре, у них, по-моему, тоже тяжелая ситуация, у них нагрузка еще большая. По Гагре, я был когда в Гагре, я пообещал им, что когда мы закроем вопрос с водой, мы его закроем в течение ближайших лет. Я пообещал, так, с иронией, конечно, что мы снимем вместе с ними мини-сериал, такой сатирический, про строительство водопровода в городе Гагре. Потому что, начиная еще с, я даже не помню, с 2010 года, больше миллиарда рублей заложено на воду, на водообеспечение Гагры, как не было, так и нет. Там некая фирма Джанту занималась, то воду решили везти из Бзыби, реки, то потом поменялись с другой стороны, там менялись подряды, целая Санта-Барбара. Это вообще история для отдельного разбирательства, может быть, даже не может быть, я думаю, что для отдельного уголовного дела, там очень интересно. В итоге денег нет и воды тоже нет? Деньги под землей, в трубах. И многое из того, что построено, там оно уже неэффективно, потому что, я же вам говорю, сначала было принято решение проводить воду водонапорной станции из Бзыби, потом было решение принято другое, то есть, там черт ногу сломит. Кстати, в программе 22, наконец, мы заложили такой очень важный вопрос, как строительство мусорных полигонов. И я об этом говорил, выступая в поселке Аллахадзе, там был прямой вопрос по поводу свалки. Там Аллахадзе недалеко, очень острая проблема, она там горит уже, дым и не дает там. В течение четырех лет мы этот вопрос полностью по всей республике закроем. Планировали уже в этом году начать, но политический цикл взвинул у нас немножко. Будет построен полигон мусорный в Кулудзибском районе один, таких полигонов по всей Абхазии будет несколько. В чем смысл? Будет создан, у нас, к сожалению, до сегодняшнего дня этого нет, нет централизованного, центрального органа, который отвечает вообще за это направление. Есть региональные, локальные какие-то ЖКХ, которые каждый сам по себе. Это надо все централизовать. Единую систему сбора, прессовки и хранения на республиканском уровне, конечно, подключая местные органы власти, без них невозможно. Это нужно строительство новых полигонов по современным экологическим стандартам. О чем идет речь? Не просто выбрасывать на землю, когда отравляющие вещества проникают в грунтовые воды и отравляют окружающую среду. Со специальным поддоном, со специальной защитой. Проект уже есть. Привлекали российских специалистов к его разработке. И источник финансирования определен как инвестиционная программа российская, плюс еще наши будут средства задействованы. В рамках этой программы мы уже приобрели несколько десятков единиц спецтехники, которые там мусорные машины. И я думаю, что я взял 4 года, но думаю, что и быстрее мы этот вопрос закроем. Во всяком случае, сбор, прессование и хранение. Что касается переработки мусора, такая инициатива небольшая в Гагридском районе уже есть. Там пластик перерабатывают. Но это пока маленькая инициатива. В этом направлении тоже будем двигаться уже с учетом привлечения частных инвестиций. Потому что переработка мусора это бизнес. И есть несколько предложений, будем думать над этим. Вот такие мероприятия заложены в инвестиционной программе. Вы правильно отметили, что уменьшается количество помощи, которую нам готова выделять Российская Федерация. Во-первых, хотелось бы знать ваше мнение, как вам кажется, с чем это связано. Но есть еще какие-то общие глобальные процессы. Сейчас кризис экономический. И очевидно, что эта помощь будет и дальше уменьшаться. Я не знаю, вы согласны с такой оценкой или нет. Но пока что тенденция такая. Вот в таких условиях, как вам кажется, как нам выживать? Ведь это львиная доля наших средств. Где нам брать деньги? Классический вопрос. Где брать деньги? Ответ тоже простой. Зарабатывать. Создавать производство, вы имеете в виду? Других ответов нет. Все остальное это обман. Мы должны научиться зарабатывать деньги. Кстати, мы неплохо научились это делать. И несмотря на то, что очень много критикуют состояние экономики, у нас людей, значит, кто гораз покритиковать, достаточно много. Дефицита с этим не испытываем. И вообще, мы о коррупции, наверное, отдельно скажем. У нас о хорошей тенденциях, в кавычках хорошей. Вовремя незадержанный, не арестованный коррупционер, потом превращается в такого яркого политического деятельного. С экономическим уклоном. И такие, знаете, оценки кризис, упадок и так далее. Несмотря на все тенденции, да, я не говорю о том, что не имею права ни морального, ни какого экономического. Говорит о том, что у нас очень хорошо развивается экономика и так далее. Почему она не развивается, я могу тоже ответить. Но, несмотря на это, вот если взять бюджет 2019 года, который составляет более 10 миллиардов рублей, этот бюджет на сегодняшний день состоит на 70% из собственных средств. А если быть точнее, это 6 миллиардов 802 миллиона рублей. Российская финансовая помощь, там 2 миллиарда 984. Вот если в сравнении, в 2012 году бюджет составлял 9 миллиардов 786 миллионов. Из них, значит, 70% это Российская финансовая помощь. Я понимаю разницу. То есть, вот есть динамика. Есть динамика, и она положительная в нашу сторону. Но это катастрофически мало. Надо зарабатывать гораздо больше. Вот в этой связи сельское хозяйство, может быть? Вот как мы можем заработать? Что сделать? А у нас все для этого есть. У нас все для этого есть. Как мы можем заработать? В первую очередь, надо понимать на общегосударственном уровне, что нам мешает для того, чтобы двигаться вперед. Как вы считаете, что нам мешает? Это вы скажите, пожалуйста. Ну, я такой пример уже приводил. Вот, Надежда, давайте мы с вами порассуждаем как бизнесмены. Давайте вы порассуждаете, а я послушаю с удовольствием. Нет, давайте мы с вами порассуждаем. Вот мы бизнесмены. У нас с вами есть определенный инвестиционный капитал, и мы принимаем решение инвестировать в какую-либо страну. Давайте не Абхазию, другую страну возьмем ради примера. Что мы с вами будем делать? Мы откроем компьютер, зайдем в интернет, будем искать информацию о этой стране. Открываем и смотрим. Первый заголовок, значит, переворот, захват здания администрации президента, захват МВД, переворот, убийство, похищение, перекрыли дорогу. И все, будем мы с вами туда вкладывать деньги? Вряд ли, правильно? Поедем мы отдыхать со своими семьями туда? Вряд ли. Вот что нас тормозит в первую очередь. Беспредел и вседозволенность. Источник всего этого беспредела неуемные амбиции определенной части политического истеблишмента, которые уже много лет держат нас, абхазский народ, в своих заложниках, в заложниках своих амбиций. Потому что по-другому они не умеют, к сожалению. Их так не учили. Их учили заниматься политическими интригами, стравливать людей, по принципу разделяя власть. Школа была такая. Вот пока мы от этого не избавимся, а как можно избавиться? Вот мы говорим о правопорядке. Для того, чтобы был правопорядок, надежда, нужно сильное государство. Нужны сильные институты власти. Правоохранительная система и государство – это не игрушка, которую можно по щучьему хотенью взять и свергнуть власть. Или напасть на неугодного министра внутренних дел, какой бы он ни был, без личностных оценок. Это не игрушка. Это народ, это история. И когда мы таким образом себя ведем, слабеют институты власти. Кто в этом виноват? Сейчас спросишь, найдут 100 тысяч виноватых. Последние 5 лет во всем был виноват Хаджимба. До этого 2 года 7 месяцев был Анкваб. До этого Сергей Васильевич и так далее. Систему надо менять. Надо понять, что вот эти амбиции неуемные надо убрать в сторону. Надо убирать, останавливаться надо. Мы разрушаем основу, основу самого государства. Вот что мы сделали. И в этих условиях ни один институт не может работать. Ну как будет оперативник работать в СГБ или в МВД? В МВД за годы моей работы только поменялось, по-моему, 7 или 8 министровных дел. Приходит новый министр ставить своих заместителей. Заместители ставят начальников уголовного розыска. Я оперативник и вы оперативник. Мы задерживаем опасного преступника, рискуя жизнью. Уголовное дело может длиться, там, расследование, там, прокурора год-полтора. За этот год поменялось несколько руководителей. Можем мы с вами довести дело до конца? Можем ли мы с вами уверены, что нас завтра не погонят оттуда? И мы с этими людьми, кого мы задержали, а потом их отпустили через месяц, не окажемся один на один на улице? Как в таких условиях наводить порядок? Не будет порядка, не будет инвестиций. Не будет инвестиций, не будет экономики. Простые граждане, я не говорю про иностранные инвестиции только посмотрите на наших предпринимателей. Не успел высунуть голову, сразу похитили. Люди стараются, давайте правду говорить, люди стараются заработать деньги, купить какое-то недвижимое имущество за рубежом в Россию и переехать туда. Или вложить туда, потому что там стабильнее. Вот это все надо прекращать. Но для того, чтобы что-то прекратить, потушить пожар или что-то там, я не знаю, что такое, надо найти источник. Вот источник я вам называю. Политическая нестабильность. В большей степени основана на корыстных интересах определенной категории лиц. Потому что мы поперсонально знаем, кто и как. Поэтому я не стесняюсь, говорю и вам, и на встречах, говорю, что мы этих людей будем привлекать к уголовной ответственности. То, что касается Абхастопа, это цветочки. Более крупных, таких, знаете, уже очень известных и матерых товарищей придется привлекать к уголовной ответственности. И мы будем это делать. По-другому никак. Потому что у нас нет цели, конечно, кому-то отомстить или навязать свою волю. Наказание – это символ. Символ того, что так нельзя. В этом государстве, в этом обществе это не проходит. И уже другим будет неповадно. Если мы это не сделаем, а что будет дальше? Надежда, вот посмотрите. Мы говорим про образование. А что такое образование? Это образ. Вот какой образ мы своим детям показываем. Сегодня дети, которые учатся в школе, их одноклассник, сын какого-нибудь зажравшегося коррупционера, имеет мобильный телефон, самый последний, хорошо одет. За ним приезжает люксовый автомобиль с водителем. Ребенок, он не понимает, у него жизненные ориентиры немножко другие. Он стремится уже быть похожим на папу того, и какое поколение мы вырастим. Поэтому во всех этих условиях, несмотря на весь этот определенный сложившийся негатив, есть тенденции. Когда говорят, что у нас нет экономики, меня это, честно говоря, задевает. Потому что, во-первых, экономику создают не от гурарзноба, наши предприниматели. Это на свой экспорт увеличился до 6 миллиардов практически. Если сравнивать с 2013-2014 годом, там был 2,7, почти в три раза увеличился. Несмотря на все, о чем я говорю, экспорт увеличивается, товарооборот с Российской Федерации дошел до 26 миллиардов рублей. Это же показатели. А представьте себе, что будет, вы говорите, где взять деньги, если мы наведем элементарный порядок. Вот у меня такой вопрос. Не знаю, вы в курсе или нет, но вот недавно проводили опрос, и большинство людей, вот как и вы сейчас, большинство граждан Абхазии, среди которых проводился этот опрос, сказали, что им не хватает сильных правоохранительных органов в стране. И вот вы сказали, что 7 министров поменялось, или 5 за короткий период времени. Отсюда возникает вопрос, что хотелось бы понимать, какова ваша команда, кого вы прочите в Министерство внутренних дел, на другие позиции. И вы очень так, таинственно насчет этого, вы не раскрываете карты, говорите, что ваша команда еще не сформирована. Нет, я так не говорю. Вы говорили, что Рауль Хаджимба не будет премьер-министром. А кто будет? Потому что я отвечал на этот вопрос, что некоторые политтехнологи, в кавычках, гастролирующие, они запускают некие такие вещи. Приходится реагировать. То есть это вообще смешно звучит, когда ты говоришь, вот этот не будет премьер-министром. Ну, мы в этих реалиях существуем, поэтому мы вынуждены это говорить. Кто будет премьер-министром, я пока назвать не готов. Но точно могу вам сказать, что в команде нашей будут люди порядочные, достойные, профессиональные, вне зависимости от политических воззрений и взглядов. Я имена называл и много, могу 50 имен сейчас вам назвать. И кто говорит, что у нас нет в Абхазии кадров, он сильно ошибается. Я и называл и до этого, и сейчас вам назову. То есть для себя вы имеете представление, кто на какой позиции был бы... Вы все хорошо знаете. Это Роберт Ашпа, это Вова Делба, это Бадра Гумба, это Ливон Галустян, это Ашот Минасян, это Зураб Маргания, это Батал Тарба, это Заур Гулия, это Саид Гулария, это группа молодых депутатов парламента, которые, кстати, тоже не поддерживают меня, но я об этом уже говорил. Это и многие-многие другие. Я могу вам час называть имена. Вот всех этих людей мы будем собирать в водяную команду. Каждый займется своим делом. А глава правительства? Глава правительства я пока не готов назвать, но этот человек тоже такой категории, которую я назвал. Кстати, я не назвал еще главу московской абхазской диаспоры Беслана Агрба, тоже человек будет в нашей команде. Гарри Аркадьевич Делба, Алмаз Тания, Иракли Лакарба, они сейчас все находятся в Москве. Многие другие еще вернутся сюда, из Москвы, из других. Наура Абгаджава, шикарные. Я вот сейчас был в Лондоне летом, я с ним там познакомился. Я в Лондонской школе экономики проходил короткий курс, а он там учился на полном цикле. И, кстати, очень на хорошем счету. А чтобы было понимание, Лондонская школа экономики – это один из самых престижных вузов в мире вообще. Вот наш гражданин закончил вуз и находится сейчас в Лондоне. И таких людей очень много, которых мы будем возвращать, включать в работу и будем вместе с ними поднимать Абхазию. Гур Амиранович, мы, конечно, желаем вам успехов, но не могу не задать вопрос. Вот все-таки, если выберут не вас, чем вы планируете заняться? Я никуда уезжать не собираюсь. Вот те цели, которые я сейчас озвучил, они актуальными быть не перестанут. Если человек, которого выберут, если, как вы выразите, выберут другого, будет на пути, о котором я сейчас говорю, мы встанем рядом и будем поддерживать. Если мы увидим, что идет некая другая история, вред, мы, конечно, будем заниматься политической деятельностью, направленной на исправление ситуации. Вы, когда говорили о команде, я честно вам скажу, распределение портфеля, это не то, чем сейчас надо заниматься. Мы ни с кем в коалиции не вступали. Понимаете, вот это неправильно вообще, в принципе, торговать должностями ради какой-то политической поддержки. Давайте я вас назначу премьер-министром, вы меня поддержите, вы будете свои вопросы решать, другого возьмем вице-премьером, он инвестиционной программой будет заниматься, распределять подряды. Лишь бы выиграть выборы. А потом ты выиграешь выборы, как ты будешь наводить порядок? Когда ты уже обязан куче людей и всем чего-то пообещал, ты им обязан, понимаете, персональная обязанность, это связывает по рукам и ногам. Мы так уже выбирали, мы это уже проходили, это не работает, это с первого дня расшатывает всю основу, потому что у нас Абхазия это справедливое государство, несмотря ни на что. Можно вам, одному человеку, можно будет и всем остальным. Невозможно главе государства и его окружению делать что-то одно, и глава государства потом будет ходить и простым гражданам говорит, вы тут не нарушайте законы, не получится это. Поэтому мы именно вот таким, и мы ни с какими там политическими силами в коалиции не вступали. У нас одна коалиция, это граждане республики Абхазии, отдадут предупреждение нам, открыто, прозрачно, ни от кого никакие кулуарные переговоры вести не собираемся. Открыто будем назначать людей, будем объяснять, за что он стал премьер-министром, какие у него заслуги, министром кто это стал, внутренних дел, СГБ и так далее. Мы все это будем делать открыто. Это слуги народа. Глава государства номер один и все остальные это слуги народа. Д.Миранович, мы очень чуть-чуть задержались на теме работы, экономики и ваших профессиональных качеств, задач, которые вы перед собой ставите. Теперь хотелось бы немного поговорить, у нас у меня есть небольшой блок вопросов, касающихся вас лично. Да, пожалуйста. Как не вашей работы, а ваших качеств. Существует, вот первый вопрос такой, существуют опасения, в обществе часто такое мы слышим, что в случае, если вас выберут, то на ваши решения могут оказывать влияние некоторые приближенные к вам, либо члены вашей семьи, фамилии и так далее. Вот как вы можете это прокомментировать? А я вам задам встречу, а какие у вас предпосылки так считать? Вот я был министром экономики. По сути, если я хотел бы оказывать кому-то своим родственникам какие-то услуги, я бы мог их оказать. Пускай найдется один человек, который за пять лет моей работы в министерстве экономики скажет, что я какому-то своему родственнику, по принципу того, что он мой родственник, оказал какую-то услугу. Я вам другое скажу. Когда я был в МВД на встрече с коллективом, огромный зал сотрудников, министр экономики, вице-премьер, это высокая должность, имеет полномочия. Я задал вопрос на весь зал. Я же не самоубийца. Такие вопросы задавать, если есть какой-то подтекст. Сказал, встаньте здесь кто-нибудь один и скажите, откуда-то, когда-нибудь кому-нибудь вам звонил по поводу своего родственника, друга, отпустителя и так далее. Я никогда себе такое не позволял и дальше позволять себе не буду. Будет мой родственник хороший исполнитель, будет работать. Будет мой родственник плохой, работать не будет. Вот если мы с вами будем иметь частную компанию, мы будем брать некомпетентных родственников на работу или слушать дураков своих родственников? Если будем слушать, брать, они нас, значит, разорят, правильно? А что касается государства, это что? Чем отличается? Понятно, спасибо. Есть вопрос по поводу вашей декларации. Их все опубликовали. Декларации чего? Декларация о доходах, недвижимости, которые вы подавали перед выборами как кандидат. В ЦИК? Да, в ЦИК. Вот они опубликованы, открыты и просмотрев, проанализировав, первое, что бросилось в глаза, это то, что у других кандидатов, там где графа основания, указаны договор купли-продажи и дата. У вас вот дата приобретения недвижимости не указана. И в некоторых позициях, где, ну, видно, что недвижимость оформлена на вашу супругу, но не видно, какой год. И, соответственно, непонятно, это совместно нажито или... Честно вам скажу, я не задумывался и специально это не делал, потому что там требований не было, мы не по этой причине. Там нет никаких секретов. Вся недвижимость, которая оформлена на меня и на мою супругу, была приобретена до момента моего назначения министром экономики и вообще до вступления вообще на государственную службу. Единственное, вот автомобиль, который там на меня оформлен, мой автомобиль, он был приобретен в 2011 году. Даже тоже до того момента, пока я на госслужбу пришел. Поэтому никакого секрета, это просто, наверное, упущение. Я, кстати, могу переделать или дописать, никаких проблем нет и предоставить все правоустановочные документы, копии. — Скажите, Адгур Амиранович, сколько лет вы дружите с вашим самым давним другом? — Я думаю, что с детского сада. Мы в одном детском садике учились с одним. У меня трое, четверо таких, с кем мы выросли. Один с четвертого класса, один с детского сада. У нас много друзей. — Вы же учились в Башаране, вот там у вас братство такое крепкое, по-моему. — Да, я вот хотел как раз сказать. Я когда попал в Башаран, ну там, когда учатся все ребята, там девочек не было, там особая закалка. Там надо было как бы проявить характер и так далее. Но потом уже в перспективе мы все как одна семья, как братья, я с большой теплотой ко всем отношусь. Мы не так давно собирались. Когда, кстати, было принято решение баллотироваться, мы собрались. Вот здесь Сухуми, человек 80. Очень так строго ко мне, значит, мои друзья. Прямо такие вопросы жесткие. Такая первая такая счистка, считка кандидата прошла там. И мы каждый год собираемся и делим, и хорошее. И, к сожалению, иногда приходится делать и плохое тоже. Поэтому, что такое дружба, я знаю очень хорошо. — Скажите, Адгур Амиранович, какой из видов искусств Ваше любимое? Ну, кино, музыка, театр, живопись, литература, направление? — Живопись мне очень нравится, но я мало что в ней понимаю. Вот мне абхазские художники очень нравятся. Очень сильно нравятся, если не что, из Габели. Вот эти абхазские пейзажи просто потрясающие. Я просто могу часами смотреть на эти пейзажи, потому что я вырос, детство провел в деревне. И вот эти деревенские пейзажи, они возвращаются все-таки в детство, такое, знаете, спокойствие на душе. Вот кино тоже мне нравится. Конечно, кино сейчас — это современный вид искусства. Я люблю смотреть иногда, когда есть возможность фильмы. — А какие жанры предпочитаете в кино? — Исторические мне нравятся, политические триллеры мне нравятся, фильмы про спецслужбы. Вот такие мне нравятся. Политические мне нравятся в большей степени триллеры. Очень интересные. — Что-нибудь запомнилось из вот недавнего? — Ой, я сейчас не могу вам так сказать. — Может быть, что-то заставило задуматься? — Ну, известные, сейчас если не скажу, то карточный домик, наверное, вы смотрели сериал. Тоже такой очень известный, нашумевший. Я вот его посмотрел. Не все сезоны, по-моему, но какую-то часть посмотрел. — Про Черчилля был неплохой тоже фильм. — Я слышал, но нет. Книги тоже. Вот мне нравятся Теодор Дрейзер. Есть книги. Айн Рэнд мне очень нравится. — Атлант? — Атлант расправил плечи. — Или источник? Или что-то конкретное? — Атлант. Атлант расправил плечи. — Да, я в какой-то степени идеалист, поэтому у него такого рода... «Зеленый король» мне нравится, «Поль Лусулицер», «Капитал», «Конгломерат» есть такая книга хорошая тоже. Ну, много литературы, и русские писатели хорошие есть. — А музыку слушаете? Вот, например, в машине играет у вас что-нибудь? — Ой, я, честно говоря, вот радио играет, и все. — Так предпочтение, типа, любимое? — Из книг, сейчас же нас еще молодое поколение смотрит, сейчас кто-то будет. Очень, считаю, важным каждому гражданину Абхазии почитать, она, книга известна, «Хаджи Мурат» Толстого. Очень интересная вещь, она прям... — Спектакль идет у нас в Росдраме поэта. — Ну, на спектакль я не попал, но книга, она потрясающая, обязательно надо почитать каждую. — Адгур Амиранович, скажите, вот вы говорите, провели детство в деревне. А есть у вас какой-то любимый праздник? — Ажирно — это хороший праздник. Адсунов мне нравится, когда все собираются в деревне, и до сих пор мы там... У нас в Дурибшах есть определенное место, где произносится молебен. Это для нас святое место, для тех, кто живет в этом Дурибше, там вот наш поселок. И с покон веков туда люди спускаются каждый год и молятся Богу. Это такой летний, хороший, веселый день, праздник, молитва, которая объединяет и больших, и маленьких, всех соседей, родственников. Очень интересно. Там речка недалеко. Мы в детстве там... Вода очень холодная, правда, это белая речка. Но мы плавали, купались. Сейчас уже я не рискую, но дети резвятся всегда. — Скажите, а со спортом у вас как взаимоотношения? — Ну, спорт... Я не спортсмен, короче говоря. Но я люблю играть в шахматы. Если это можно назвать спортом, тем спортом, который вы имели в виду. Хотя, конечно, это вид спорта, один из самых известных. Я люблю играть в шахматы и с удовольствием провожу время со шахматами, со своими друзьями. Кстати, вот есть один мой друг, он нас сейчас смотрит обязательно, он часто меня обыгрывает, потому что пользуюсь тем, что я всегда загруженный. Он приходит с такой легкой головой, обыгрывает меня и хвастается потом. Но ничего, мы... — То есть вы, наверное, и не болельщик. Смотреть тоже не любите всякие чемпионаты, футбол? — Нет, футбол, нет. Ну, как-то не зашло, не знаю. Мне больше такие индивидуальные виды спорта нравятся. Кстати, для Абхазии, если говорить о развитии спорта, я думаю, мы, конечно, наряду с другими видами спорта, но индивидуальные виды спорта, они имеют большую перспективу. У нас маленькое население. Вот шахматы. Кстати, чтобы вы знали, в Армении шахматы — обязательный предмет в школе. И это одно из тех вещей, которые я хочу сделать, потому что доказано, что дети, которые на раннем этапе своего развития играют в шахматы, они потом меньше подвержены всем отрицательным воздействиям. Наркомания и так далее. Это общеизвестный факт. И в Армении одна из немногих стран, которые вот это ввели. В Российской Федерации уже на региональном уровне, в нескольких регионах уже тоже ввели шахматы как обязательный предмет в школе. Я надеюсь, что мы и в Абхазии сможем это реализовать, потому что там для этого нужно и преподавателей подготовить. Это вообще образование, это отдельный разговор на часа полтора, потому что сфера образования — это основа основ. Вот все наши беды, основная их часть — это от того, что мы выпускаем деток в школе. Это не учителя виноваты, не школа. У нас вообще система и подход немножко другой. Учитель — это гражданин номер один должен быть. Никогда день учителя вспоминать. Вообще гражданин номер не президент, не кто-либо, не спикер парламента, не оппозиционный великий деятель, а учитель. Вот то самое главное. Уинстон Черчилль, которого вы вспоминали, он как-то сказал, ни одному премьер-министру не принадлежит столько власти, сколько принадлежит школьной учительности. О чем он говорил? О том, что учитель формирует будущее. Поэтому образование, конечно, особую роль мы будем этому уделять. И внимания, что это фундамент инвестиций в будущее. Вот как раз о детях вы заговорили, и вы отец троих детей. Многодетный папа. Скажите, вы какие качества в них стараетесь развивать прежде всего? И что вам кажется наиболее важным вложить в детей? И что вы хотели бы им передать? Человечность — это самое главное. Когда совесть, человечность и честность. В наше тяжелое время многим кажется, что это проигрышная позиция, я вам скажу, нет. Когда человек честный, правильный, смелый, он всегда добьется успеха. Потому что прямая линия, она самая правильная и короткая. А сколько бы вы не прививали, сколько бы вы не рассказывали, вы, если сами не являетесь примером, дети вряд ли будут воспринимать. Сомневаюсь, когда отец приходит с сигаретой в руках и говорит сыну не кури, что он перестанет курить. Поэтому, конечно, самому надо быть примером для подражания, стараться прививать интерес к науке, образованию. Еще раз говорю, это очень важно. Потому что в будущем нет места необразованным людям. Посмотрите, как мир уходит далеко вперед. Посмотрите на детей, на международную повестку посмотрите. Насколько продвинулась вперед цивилизация. Поэтому нам еще догонять и догонять. Помните, как в этой сказке «Алиса в стране чудес», когда сказано, что в нашем мире, чтобы стоять на месте, надо очень быстро бежать. Это как раз про сегодняшний мир. Для того, чтобы просто стабильно развиваться, надо очень быстро бежать. А для того, чтобы догонять кого-то, нужно вообще бежать голубым. Поэтому нам с вами предстоит очень быстро бежать вперед. И нас с вами ждет очень большая интересная дорога. Ну и последний вопрос в этом блоке. И, в принципе, завершающий вопрос на сегодня. Какие личные качества, ну скажем, по три, вам помогают по жизни? Те, за которые вы благодарны себе или родителям. И какие качества вам мешают? Либо, может быть, не мешают, а были какие-то, с которыми вы боролись и которые вы преодолели. Что это? Ну, я думаю, что в определенной степени смелость принимать решение. Это качество, которому я во многом обязан в жизни. Потому что я, конечно, надо решение обдумывать. Но нужна определенная воля и смелость принимать решение. Выходить за пределы зоны комфорта. Вот когда человек находится в зоне комфорта, там успеха нет. Успех, любой успех, я не говорю обязательно про карьеру или что-то такое. Вообще любой жизненный успех. Он находится за пределами зоны комфорта. За пределами дивана мягкого. Или там просиживания целый день в фейсбуке. И писать там какие-то комментарии плохие. Карикатуры рисовать про кандидатов в президенты, например. То есть, вот это все является зоной комфорта. Вот выйти из этой зоны комфорта, иногда не понимая, что тебя ждет, не до конца понимая, анализируя и предугадывая перспективу, вот на это нужна определенная смелость. Я думаю, что вот это качество мне в жизни помогает. Какое качество я мешает, это в какой-то степени может быть определенная импульсивность и несдержанность в каких-то моментах. Я с трудом, мне удается сдерживать себя в некоторых ситуациях, когда я вижу какую-то отъявленную несправедливость, например. Да, вот очевидную такую. Очень тяжело себя сдерживать. Но уже с годами, конечно, я стал более сдержанным. Я еще, конечно, не такой зрелый, но уже в том возрасте, что я уже абсолютно могу совладать со своими эмоциями. Спасибо вам большое, Адгур Амиранович, за откровенность, за эту беседу. Спасибо и вам, дорогие телезрители. На этом у нас все. До встречи, до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова